Приветствую всех, кто заглянул ко мне в мастерскую. Я сегодня сшила вот такой блок. Похожие блоки в интернете называются звезда шерифа. Интересно, кто дает название блока? Я порылась в интернете и почти везде названия блоков иностранные, чаще всего перевод с английского языка, как будто только англоговорящие дамы занимались ласкутным шитьем. Ведь и наши бабушки были не менее творческими людьми. Хотя я понимаю, что большой соблазн назвать блок как-нибудь красиво. Звезда шерифа, звезда семенулов, звезда Огайо, звезда Арканзаса. И тут где-то затесались рождественская звезда и звезда Георгия. А почему именно звезда шерифа? Назову звездой участкового инспектора. Функции-то у них одни и те же. Ну, давайте приступим. Для своего блока я выкроила квадрат размером 19 на 19 сантиметров. И еще мне нужно два квадрата такого же размера. Эти квадраты я разрежу по диагонали. И нужно притачать треугольники к четырем сторонам квадрата. Вот таким образом. Для того, чтобы ровно притачать треугольники, я складываю средний квадрат пополам и приглаживаю пальцами. И затем, когда кладу треугольник, вершинка этого треугольника должна попасть в складку. И второй треугольник выровнять так же. Я беру припуск 1 сантиметр, но, как правило, всегда выкраиваю чуть больше, чтобы была возможность дальнейшей коррекции. Лучше я потом подрежу, чем что-то пойдет не так. Я притачала треугольники и далее складываю следующим образом. Выравниваю срезы и швы. И также приминаю пальцами средний квадрат. Затем прикалываю боковые треугольники. Вот так это выглядит. Конечно, здесь очень большие припуски на швы. Я сейчас отутежу и осноравлю этот квадрат. Осноравливать квадрат нужно достаточно внимательно. Я буду делать припуски на шов 1 сантиметр. Поэтому я линейку кладу так, чтобы уголок среднего квадрата находился на линии 1 сантиметр от края линейки. Кто-то скажет, что это неэкономно. Можно было рассчитать блок. Вспомнить, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузе. И по формуле все рассчитать точно. Но я иду самым простым путем и просто делаю припуски швов побольше. Теперь измеряю размер полученной заготовки. 26 сантиметров. И мне нужно вырезать 2 квадрата размером 26 сантиметров каждый. И эти квадраты также разрежу по диагонали. И далее притачаю по сторонам внутреннего квадрата. Здесь также нужно контролировать, чтобы углы треугольников находились на одной линии. Можно визуально провести линию прямую от угла до угла. И на эту линию положить вершинку треугольника. Вот такой блок. Все, конечно же, узнали блок квадрат в квадрате. И как водится, я буду осноравливать его. Линейку ставлю так, чтобы уголок приходился на линию 1 сантиметр от края линейки. И смотрю, чтобы на среднем квадрате все углы были прямыми и линией параллельными. И здесь сантиметр от угла и средний квадрат. Этот блок хорош сам по себе. Но я отошью звезду, поэтому на этом не остановлюсь. Смотрю на расстояние от середины до вот этого шва. В моем случае 8,5 сантиметров. Я сдвину линейку немного к середине. 6 сантиметров от середины возьму. На самом деле я выдумываю тут на ходу. Поверну коврик. С этой стороны также сделаю разрез на расстоянии 6 сантиметров от середины. И по другим сторонам также разрезаю. И вот результаты моих манипуляций. Теперь средние фрагменты переворачиваю. И вот уже видна звезда. Сейчас нужно сточать сначала по горизонтальным рядам. А затем по вертикальным. Вот так сшилось. И теперь опять осноровка. Без этого никуда. Смотрю, чтобы везде были прямые углы. Особенно швы стачивания квадратов. Размер готового блока 32 сантиметра. Посмотрите, как смотрится этот блок в большом полотне. Хотя здесь не видно, что эта звезда. Нужно было как-то продумать цветовое решение блока. Но тем не менее, мне нравится. И все-таки я надеюсь, что мое видео в чем-то помогло вам. Или подтолкнуло к творчеству. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Мастерская совы рукодельницы. Пишите комментарии. Ставьте лайки, дизлайки. Всем пока. До встречи.